Здравствуйте дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Averina Lab и сегодня мы с вами поговорим о том, как сайты майнинят криптовалюту на ваших компьютерах. Да, именно так. Пока вы лазите по интернету, эти самые сайты зарабатывают на вас за счет мощности и вашего же компа. Сегодняшнее видео будет короче остальных, так как я слегка приболел и не буду долго надоедать вам своим гундосом голосом. В принципе, в этой теме нечего долго рассусоливать, я думаю вы и сами часто замечаете, почему-то на некоторых сайтах ваш ноутбук начинает шуметь, как старый кондиционер и тормозить, как я не знаю что. Я лишь приведу доказательства и расскажу, что с этим делать. Итак, поехали. Для начала пару слов о майнинге. Я не буду вдаваться в подробности, я думаю вы в курсе, что это такое и для чего это нужно. В целом, это процесс зарабатывания криптовалютой путем использования вычислительных мощностей вашего компьютера. То есть, чем мощнее комп, тем больше криптовалюты можно заработать в единицу времени. Майнить сейчас выгоднее всего на видеокартах. Связано это с тем, что в видюхе больше ядер. Они графические и не такие мощные, как у продца, но их значительно больше, чем в процессоре. Для сравнения, в процессоре может быть, например, 10 ядер, а в видеокарте 192. Причем это железки близкого класса. И вот тут есть большое такое но. Да, выгоднее майнить на видеокарте, но на процессоре майнить тоже можно. Причем некоторые криптовалюты типа Monero майнить на процессоре в принципе даже эффективно. Раз есть возможность зарабатывать на чем-либо, сразу появляются злоумышленники, которые пытаются как-то на этом разбогатеть. И вот уже появляются торрент сборки различных пиратских дистрибутивов Windows, игр и программ, в которых заранее встроена программа для майнинга. Скачали пиратскую винду? Получите вечно тормозящий комп из-за майнера. И тут вроде бы все ничего. Захотел пиратскую винду? Не хочешь платить мелко-мягким? Получай, сам виноват. Но есть такие нехорошие товарищи, которые начали встраивать свои сайты определенные скрипты, которые заставляют компьютер-пользователя, который сидит на сайте, майнить криптовалюту. Появилась целая партнерская программа, которая предоставляет код, который можно просто поставить на сайт и все. Сайт переносит деньги просто на автомате. Да, все пользователи матерятся, почему их комп так тормозит, но кому это интересно вообще? Давайте теперь от теории к практике. Вот эта самая партнерская программа, называется она coinheaf.com. И тут вот прямо, не то чтобы очень по-русски, но все же написано, монтируйте ваш бизнес с помощью мощности процессора ваших пользователей. Ну тут вот что-то очень хорошее написано, видимо, какая она замечательная вообще. И тут для того, чтобы этот минер, то есть эта программа, чтобы начала работать, нужно на свой сайт строить вот примерно вот такой код. Ну то есть вот этот самый скрипт. И тут что-то вот надо ввести, значит, туда-сюда. Есть сайт, сайт кей, это значит код, который выдается специально под каждый сайт. То есть каждый этот код уникален, но эта партнерская программа таким образом вообще узнает, что именно на этом сайте происходит вычисление этой программы. Ну что можно было как-то различать, кто же зарабатывает. Итак, для того, чтобы вычислить, какие же сайты конкретно зарабатывают с помощью этой программы, нужно просто в коде увидеть вот эти строки, ну или похожие на них. Ну собственно все на этом. Ну и вот здесь для того, чтобы как-то подтвердить, что действительно есть подобные коды на разных сайтах, я сейчас вам, я вот их тут собрал, самый интересный. Вот, ну для нас, ну тут NewRouterInfo, это такой довольно популярный в России торрент-трекер, на нем, в общем-то, многие сидят. У меня сейчас установлен, ну здесь это Chrome вообще, и тут установлен AdBlock. И на этой странице, ну если бы AdBlock и не было, то реклама есть, конечно. Но ее тут прям вот мало. Ну то есть там, я не знаю, 2-3 баннера это максимум. А AdBlock, вот видите, не останавливается. То есть тут прям вот 30 скриптов, причем если сидеть на этом сайте, он вообще не остановится. Ну то есть конкретно здесь постоянно идут запросы в мой компьютер. То есть вот этот самый скрипт, он долбится в мой комп и заставляет его работать, ну усиленно довольно. Чтобы, ну собственно мой комп майнил для них криптовалюту. Причем вот этот CoinHeave, он через Monero все-таки работает. То есть он не биткоины майнит, а Monero. Видите, уже 51. Но, собственно, этот сайт ничего не скрывает. Тут прям вот написано, вот смотрите, мелким шрифтом. Заходя на ресурс New Router, пользователь поддерживает данный сайт путем предоставления небольшого количества вычислительных мощностей к персонального компьютера по технологии блокчейн. То есть, да, этот сайт майнит, то есть прям написано, да, мелким шрифтом. Ну как бы этот торрент, о чем вы хотели. Ну видите, AdBlock не собирается останавливаться. Вся эта шумиха поднялась из-за того, что на огромном, просто практически самым большом торрент-трекере в мире вообще, это The Pirate Bay, установлен был этот код. Владельцы этого самого торрент-трекера мотивировали это тем, что они хотели убрать с сайта вообще всю рекламу, чтобы не надоедать пользователям, и монетизацию просто другим способом, что ли, сделать. Вот. Давайте сейчас зайдем, посмотрим, правда ли это. Так, давайте успокоим немного отблок, что вон там. Так. Я тут, я пособрал эти сайты в текстом документе, исключительно для того, чтобы не открывать все эти вкладки одновременно, чтобы у меня фром не взорвался. Вот. Так. Ну сейчас мне какой-то интересует, а нет, смотрите. Итак, хорошо. Так, ну тут, конечно, сразу куча рекламы открывается. Так, жмем. У этого сайта сумасшедшая посещалка. Ну то есть ее вот прям очень много. Ну он, соответственно, по-моему, ничего не нашел, но давайте теперь посмотрим. Так, я сейчас нажал Ctrl-U, ну Ctrl-U. Это комбинация для того, чтобы смотреть исходный код страницы. И сразу в поиске ищем и находим. То есть вот, видите, ну немного другой код здесь, немного другой. Возможно, эти ребята что-то сами там допиливали, может быть, это партнерка начала немного другой код отдавать. Но смысл в том, что вот coinhip.com, это вот, собственно, вот этот сайт. И вот lib, coinhip, javascript, который лежит в этой библиотеке, в этой папке. Давайте посмотрим. Вот он. То есть прям вот он. То есть эти ребята пользуются вот этой партнеркой. Да, этот сайт майнит путем вычислительных мощностей пользователей, которые заходят на этот сайт. Ну, понимаете, американцы, они сказали, хотя бы мы снимем всю рекламу. То есть хоть как-то поможем пользователям. Была надоедливая реклама, мы ее убрали. Да, комп немного притормаживает, но теперь реклама будет. Есть такой анализ Адегуарда. Это такая программа, которая борется с всяким малварем. И они прям в какой-то момент времени пособрали по сети различные сайты, на которых крутится, собственно, вот эта партнерка. Ну, и другие тоже партнерки. И видите, ну, собственно, вот The Bay, вот этот самый ТВ, вот он. Почему-то Индия показывает, ну, неважно. Посещалка 17 миллионов. Я не знаю, это в день, сутки, в год. Ну, в любом случае, внушительно, очень внушительно. Есть, кстати, сайты побольше. Но я заходил на этот сайт, и кода не нашел. Очень может быть, что их когда-то взламывали, и разместили код, или они там пробовали. Ну, в общем, сейчас этих кодов там нет. Я выписал вот сюда самые интересные сайты. Ну, вот этот вот, этот сайт большой посещалкой. Я, честно говоря, не знаю, что это сайт. Ну, тут какой-то разговор ведется про криптовалюту. В общем, давайте сразу код смотреть. Ну, как вы видите, вот он опять. То есть здесь CoinHealth немного по-другому как-то. Это сделано. Ну, может, они чьи свой, если что-то пускают. Но, в принципе, в общем, принцип тот же. Едем дальше. Вот здесь начинается сайт уже поинтереснее. Вот эти сайты, вот этот сайт прям с большой посещалкой. Ну, такой серьезный. Причем это довольно такой посещаемый сайт, известный в Украине. Причем у них стоит либо интернет-счетчик, и мы видим, что в сутки к ним приходит 40 тысяч человек. Это не слабо, я вам вложу. Вот. У них тут 100 тысяч человек в Фейсбуке есть, группа. Ну, то есть такой массивный довольно объект. И прямо на главной странице, чтобы вы думали, а вот и он. То есть вот опять тот самый код, опять все то же самое. Вот этот самый ключ уникальный. Я не знаю, взломали их или они специально это делают. Опять же, остается загадкой, но до сих пор этот код висит. Едем дальше. Books Online. Тоже довольно популярный сайт, украинский, предоставляет книги. Ну, тут вот всякие разные книги. Вот. Смотрим сразу код. Ну, и, собственно, как и ожидалось, вот он самый этот скрипт. Дальше, ну, последний на сегодня, это сайт, на котором, ну, сами частенько, ну, я, по крайней мере, частенько бывал раньше. Ну, это одно из, не зеркал, а клонов Киногол. Вот. Ну, все узнают этот дизайн замечательный. Ну, и прямо на главной странице, собственно, ожидаемо довольно, стоит вот оно. Что я могу сказать? Да, сайты заставляют ваш компьютер майнить. Что нам делать? Ставить отблок. Все. То есть, мы поставили отблок, и как бы на этом все. Компьютер как работал, так работает. Дот, я пока видео это снимал, адблок я не ставил специально. Немного тут, ну, как бы, посмотреть, что будет с моим компом. У меня ноутбук, и он начинает сумасшедше жужжать просто. То есть, кулер разгоняется до такой степени, что он просто на максимуме. То есть, компьютер работает на максимуме. Но этот ноут, он такой слабоватый, и на нем прям чувствительно. То есть, если я сейчас отблок выключу, и, в принципе, возьму микрофон, подтащу, скажем, кулеру, вы прям услышите, как он начинает жужжать. Жестко прям. Если открыть четыре вкладки с разными сайтами, с такими, я думаю, у меня комп просто зависнет. Потому что, ну, не выдержит он этого. Давайте теперь вот посмотрим с другой стороны. Вот представьте сайт Киногол. Вот, у него есть баннеры какие-то там. Ну, на самом деле, они так себе конвертят. Ну, вот вы, наверное, сейчас думаете, ах, какой же плохой владельец этого сайта, что поставил ту самую партнерку, но как же ему не стыдно. С другой стороны, вы вот не хотите идти на крампусы, ну, или там, не знаю, на любой другой. В общем, платить не хотите создателям фильма, чтобы посмотреть этот сайт, чтобы посмотреть этот фильм. Сайт должен как-то зарабатывать. Ему нужно как-то отбиваться от вирусописателей, которые взламывают его сайт, чтобы в нагло установить ему хотя бы эту партнерку. Ну, или любые другие, на самом деле, не важно. Просто сейчас вирусописателям и хакерам очень выгодно стало просто взламывать большие сайты. А что, взломал сайт, разместил три строчки кода и получай кучу бабла просто на автомате. Никто его там пока не заметит. Этот код он так и будет получать. А все пользователи будут получать тормозящиком. Так дело в чем. Владелец сайта, он поддерживает свой сервер. Он нанимает специалистов, чтобы постоянно выковыривать эти вирусные скрипты. Он пишет, он ищет копирайтеров, которые хоть как-то пишут тексты, пытаются как-то вам пояснить, что это за фильм. Пишут отзывы, комментарии и так далее. На все это он тратит деньги. Все это ради того, чтобы вы посмотрели бесплатно фильм, которые не захотели смотреть в кинотеатре, потому что у вас денег нет. Или вы там жмот. Ну или по другим каким-то соображениям. Так а с чего бы он вообще должен вам предоставлять эти фильмы? Объясните мне. Да, у вас там тормозит комп. Ну, я не знаю. Ставьте Adblock. Посмотрели это видео, вы теперь молодец, поставили Adblock и все хорошо. Вы не сильно помогли создателю этого фильма, но на самом деле это довольно глобальная проблема. И в следующем видео я затрону ее, что нужно сделать в Adblock, чтобы хоть немного нести свет в этот мир и что будет, если все начнут ставить Adblock. Это очень глобальная тема. Сейчас это размышления не по поводу вообще этого. Не по поводу темы майнинга. В общем, есть нехорошие сайты. Если у вас компьютер тормозит, скорее всего, вы просто лазите по сайтам, на которые установлен майнер. Чтобы этого не было, ставьте Adblock и будет вам счастье. На этом все. Если видео показалось вам интересным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и хорошего всем дня.